Очередной скандал вокруг команды Зеленского. В данном случае Ермак. Его обвинили в том, что он работал на Кремль. Министерство иностранных дел Украины возмущено, что Канада отдает подсанкционную турбину обратно в Германию, а Германия совершает вероломные поступки, блокирует поступление в Украину 9 миллиардов евро. В то же самое время германские эксперты рисуют апокалиптические последствия для германской экономики в случае продолжения энергетического кризиса, вплоть до полной практически остановки существующей на сегодняшний день модели экономики. Ну а тем, кто не сможет заплатить за энергоресурсы и электричество, предлагают поселиться в общих залах, которые будут построены или же организованы. И это то самая богатая экономика Европы. Приветствую, друзья, сводки с фронтов Украины и не только 10 июля в 17.00. И начну я, друзья, со скандала, который потряс буквально украинские соцсети и начался он в Соединенных Штатах Америки, где конгрессмен обвинил Ермака, который возглавляет администрацию Зеленского, в том, что он работал на Кремль, а может быть и продолжает работать на Кремль. Ну, короче, вот надо бы его проверить. Знаете, конечно же, в украинских соцсетях это бурно сейчас обсуждают и Зеленского обвиняют во всяких тоже бедах. Но ситуация достаточно простая. Путинский бензин, путинский разгон правительства Британии, путинский налог. Это все как раз ложится в концепцию этих событий. То есть на фронтах как-то не очень и, соответственно, начинают искать виноватых. Ни для кого не секрет, что существуют две группировки основные в Украине, которые ведут между собой борьбу, задействуя, конечно же, свои связи в Соединенных Штатах Америки. И в данном случае, скорее всего, что это тоже продолжение этой борьбы. Ну, сначала, как вы помните, Зеленский обвинил Залужного, чтобы он не принимал какие-то решения без его ведома, а также попытки обвинить Залужного в поражениях на фронте. Естественно, последовала ответная реакция. Попробовать обвинить окружение Зеленского в том же самом. Ну и следующие новости также связаны с провальной политикой Зеленского. Ну и теперь уже на германском направлении. С одной стороны, конечно же, Министерство иностранных дел Украины пытается возмущаться, что турбину под санкционную обратно возвращают в Германию. Естественно, газ Германия будет получать. А с другой стороны, Германия заблокировала 9 миллиардов средств помощи Украине. И это, конечно же, не случайно. Хотя вроде бы и миллиарда не выделили, но все-таки и вооружения тормозятся. И это, конечно же, весьма знаково и показательно. Тем более, что эксперты предрекают, что Украина, возможно, осенью уже попадет в состояние дефолта. Напомню, что уже две трети бюджета государственных различных органов, как заявлял Шмыгель, покрываются различными кредитами. Их ведь надо как-то отдавать. А где их брать? Ну и в Германии, как расчетливые бизнесмены, тоже прекрасно понимают, к чему это все может привести. И поэтому помощь тормозится. Это раз. Второй скандал вокруг Шольца. Это два. И третье, конечно же, экономически очень катастрофическое положение может наступить для Германии, как отмечают эксперты. Эта модель экономики, которая существует на сегодняшний момент, она может просто прекратить свое существование уже осенью. И вы представляете, какие будут последствия. Если уже собираются германских СМИ, кстати, обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, там я размещаю все в полном объеме. И то, что не могу разместить здесь. Очень интересные видео и материалы. Так вот, фактически, населению предлагается, что если не могут заплатить за отопление, за электричество, есть некие, вернее, будут организованы некие общие залы, где все могут, в принципе, озиму перекантоваться. И согласитесь, это в самой богатой стране Евросоюза, по факту, которая раньше фактически выступала основным финансовым донором. Ну и, кстати, к голландским друзьям Путина, так называют Боррель, протестующих фермеров могут присоединиться и германские, потому что аналогичное законодательство хотят принять и в Германии с тем, что было принято в Нидерландах. И даже Польша, друзья, которая приняла больше всего переселенцев с Украины, а также польское руководство вынашивало некие планы в отношении Украины, и там зреют тоже некие протестные настроения. С одной стороны, Польша не выделила материальную помощь по ряду причин, поэтому Польша отказала, соответственно, в продолжении материальной помощи украинским переселенцам. Ну а в общем, граждан Польши все больше и больше возмущает поведение некоторых украинских переселенцев, которые все обклеивают своей символикой и пытаются свои символы, в том числе, которые очень не нравятся полякам, и особенно все, что связано с искажением исторической памяти и очень трагических дат для поляков. И поэтому по всей Польше фактически продолжается и ширится флешмоб, когда фактически украинские символы заклеиваются, закрашиваются польскими символами. Соответствующие видео можно также посмотреть на моем телеграм-канале. На этом пока все. Подписываемся на телеграм-канал. Дальше будет.